весы приветствую вас на канале таро подсказки на каждый день и это экспресс расклад прогноз на январь двадцать третьего года мы быстренько посмотрим общая энергетику месяца пройдемся по основным четырем сферам и загадаем желание те кто не любит смотреть раскладку карт сразу переходите на там код в описании кто хочется настроиться с каждой карты оставайтесь посылайте свою энергию и общая энергия месяца чем будет проявлено посмотрим начало месяца сфера работы и вторая половина месяца материальная сфера финанса начало месяца вторая половина социум начало месяца вторая половина любовь отношения начала месяца вторая половина так ну что сейчас загадайте желание или может быть задать какой-то очень важный вопрос который расчет беспокоит или же оставьте эту карту пустой то посмотрим что в принципе вселенная хочет вам сказать передать и так весы давайте смотреть что ждет общая энергия которая будет проявлена в январе отщельник ну что тот месяц когда захочется вам побыть больше в себе захочется больше скажем так отстраниться от общества от взаимодействия с людьми больше подумать о том где вы сейчас находитесь что у вас есть вообще знаете такой небольшую ревизию провести вообще нравится ли вам то что в жизни происходит те люди с которыми вы общаетесь работа деятельность вообще в принципе вот как вам это все и я говорю такой будет больше знать как погруженный в себя месяц давайте посмотрим что будет на работе в начале месяце во второй половине ну смотрите начало месяца высшая управленческая карта да это король я скажу так будете знаете как гореть своим делом все что делаете все у вас практически получается если у вас в подчинении есть работники соответственно здесь вы будете знаете как максимум своих навыков лидерских проявлять если у вас нет подчинения то возможно опять же будете проявлять свои лидерские качества как коллега заставляя условно да или направляя других своих коллег по работе делать то что вам в принципе нужно да и как условно вам помогать чтобы меньше затрат ваших было или же если вы ищете работу соответственно будете достаточно активно себя проявлять ходить на собеседование отправлять резюме то есть максимум знаете такой активности проявлять и вторая половина месяца у нас аркан победителя шестерка жезлов это то когда вы действительно почувствуете что ну условно жизнь удалась да то что у вас происходит в рабочей сфере вам нравится даже если это в принципе какой-то промежуточный период промежуточная какая-то маленькая победа все равно знаете это вот то состояние удовлетворения когда я счастлив я рад то что у меня получается то что я делаю далее материальная сфера начало месяца и вторая половина ну что смотрите в начале месяца рыцарь пентакли в принципе знаете как ну и вторая половина у нас там туз выходит в принципе скажу денежка есть прям так чтобы знаете как умею практикую зарабатываю и у меня там миллионы в обращении нет но в принципе на жизнь хватает все хорошо никаких кризисных ситуаций не возникает во второй половине так вообще может месяц появится возможность дополнительного заработка или же это будет какая-то ну как разовая возможности или же это будет на постоянной основе это что-то небольшое это что-то для чего нужно будет скажем так поднапрячься это новые какие-то идеи может быть даже у вас возникнут идеи заработка здесь еще может быть такое что может быть что-то продать что уже не важно на то что вы уже не используете то есть в принципе вот это то та мысль да вот тот источник откуда взять денег и это не только но про работу да но и в принципе может быть какой-то пассивный доход или что-то может быть долг вам отдадут про который вы уже знаете и думать забыли а то вдруг вот пожалуйста итак социум смотрим что ждет начало месяца знаете я бы сказала будете больше в себя погружены вот опять же да вот у нас здесь отрабатывается этот отшельник это то когда я не особо хочу допустим как-то находиться в компаниях я не хочу каких-то шумных веселых праздников я бы лучше наверное бы дома провел как-то может быть ну так тихо в кругу семьи да то есть больше как-то в себе побыть порефлексировать подумать как-то может быть молчать и знаете вот хоть у нас здесь и январь до с начала года праздники и так далее да ну вот не захочется вам этого и вторая половина месяца может быть знаете такое достаточно активное ваше проявление когда кому-то что-то рассказать поделиться какими-то новостями что-то может быть у вас какие-то идеи возникнут да вот в этот подшельнике посидите полмесяца соскучить соскучитесь по людям да и пойдете вперед в общение да но здесь все больше знаете таким нахрапом больше даже вы будете инициировать какие-то встречи может быть беседы опять же по телефону звонить переписки так далее да то есть это больше как ну вот активная такая позиция бы ну и смотрим любовь отношения так ну смотрите начало месяца достаточно такой кризисный период будет неважно в паре вы или свободные весы здесь больше про то что как-то больше про то что мне не нравится да про эмоции которые у вас не совсем позитивного скажем так плана это про то что можете найти какие-то маленькие разочарования что что-то вы допустим ждали от партнера или вообще в принципе от сферы отношений да а вот этого не происходит и как-то может быть и партнер то вроде ничего но вот какой-то скринке нет вроде как-то что-то что-то как-то не так то свободные весы также могут знаете как вообще в принципе вот мне условно не везет вот у меня там все встречаются они все какие-то не такие все что-то мне не удается да и вот вот такой но большую партическая здесь мой вам совет личный больше концентрируйтесь на плюсах потому что знаете везде есть и плюсы и минусы да здесь вы решаете на чем вы будете заострять внимание если действительно эти минусы прям сильно перевешивают тогда вопрос да к вам что вы там делаете в этих отношениях если же все-таки плюс минус там те минусы это с которыми можно жить которыми можно допустим как-то управлять как-то направлять как-то может быть трансформировать да тогда соответственно ну держите курс на позитив и соответственно идите дальше если же ну в принципе да вообще все плохо тогда ну вы решаете сами думать сами и здесь я даже свободные смотрите весы здесь тоже для вас то есть вы будете концентрироваться на том что все не то и все не так или все-таки на том а что я могу сделать и как я могу допустим привлечь тех партнеров которых я хочу как в принципе может быть мне может быть вам не дата самой но как бы проблема почему именно у меня встречаются вот такие почему я реагирую на таких партнеров которые мне потом в принципе не могут дать счастья и так далее дома знаете в этой пятерке очень много саморефлексии и копания в себе и в принципе знаете жизнь утверждающая такая позиция когда на чем я вообще в принципе стою я стою на негативе или я стою на позитиве и и соответственно из этого выбирайте стратегию и конец месяца это у нас королева кубков знаете здесь неважно мужчина смотрит или женщина да это вот то состояние когда я хочу дарить свою любовь на свою хочу дарить свои эмоции хочу проявляться хочу показывать да здесь конечно про королеву это то когда я принимаю да то есть я выход нахожусь такой в принимающей позиции но королева она и дарит она очень много дарит но как обратно да и здесь у вас вот будет такое что вы внутри наполнены да где может если вы даже не в отношениях то у вас в принципе знаете такое внутреннее наполнение чувствами и эмоциями потому что ну вам может быть вообще нравится да как что происходит может быть у вас здесь кто свободные до появится кандидат или кандидаткой соответственно вот у вас появится всплеск да когда вам захочется вот этого всего собственно все в ваших руках и так у нас была еще вот такая карта кто не смотрел раскладку сейчас можете загадать желание или же задать вопрос очень важный для себя на данный момент жизни и получить ответа или же просто ставить ее пустой да для того чтобы посмотреть что вам хочет передать следное если вам не хватило времени сейчас поставьте на паузу мы смотрим проработка страха ну что здесь и смотрите для того чтобы у вас сбылось то желание которое вы загадывали вам нужно проработать свои страхи что-то вас блокирует что-то не дает двигаться вперед к цели если вы просто задавали вопрос какой-то ну важный для себя да то для того чтобы решить эту ситуацию этот вопрос вам нужно проработать свои страхи и соответственно если вы просто оставляли свободную карту вот вам подсказка от вселенной да подумайте о своих страхах поработайте с ними потому что неважно двигайтесь вы к чему-то не двигайтесь страхи они в принципе это то что удержит нас знаете какой-то то ли клетки то ли ну как связывают нам руки где-то не дают как-то проявиться и так далее где можно было бы действительно нужно было бы да для того чтобы как-то что-то в жизни поменять а именно страхи нас удерживают в каком-то таком знаете в зоне комфорта давайте так скажу так вот для того чтобы что-то в вашей жизни менялась а начнете с проработки страх и так если вот такой общий расклад прогноз для вас пишите в комментариях насколько вы в принципе уже видите что может отыгрывать ста или иная сфера потому что мы вот-вот уже в январе ставьте лайки и подписывайтесь если еще не подписаны до новых встреч пока пока